Добрый день, слушатели, добрый день, наши коллеги, кто поценились к нам. Всем добрый день, кому не успела сказать нашим членам президиума. Разрешите доложить наши ближайшие результаты, посвященные вопросам функционной креобляции внутрикосных метастазов. Прежде чем разобрать те результаты, которые мы получили, давайте с вами вспомним о болевом синдроме как таковом, потому что наше исследование в первую очередь посвящено изменению болевого синдрома у пациентов онкологического профиля. Очень часто в своей практике мы говорим, и в голове у нас это как постулат, что боль – это защитный механизм. Действительно, боль является защитным механизмом, однако не всегда. Она является защитным механизмом в том случае, когда мы говорим об острой боли в каких-то достаточно острых состояниях. Пациенты онкологического профиля страдают не такой болью. Они страдают хроническим болевым синдромом, который не является защитным механизмом и который впоследствии приводит к дезадаптации, к ненормальному восприятию болевых и неболевых импульсов. Если мы говорим об общем механизме хронического болевого синдрома, то стоит сказать, что при наличии данного синдрома у пациентов возникает комплекс гиперактивных нейронов, которые приводят к патологической активности и приводящей к нарушению процессов торможения. О чем это говорит? Это говорит о том, что если мы, к примеру, удалим опухоль или уберем, ликвидируем какой-либо очаг, который вызывает у пациента хронический болевой синдром, у пациента все равно ощущение этого болевого синдрома будет, может быть, оно будет меньше, но оно все равно останется. Если мы говорим о хроническом болевом синдроме, который возникает в связи с воздействием метастатических очагов, к примеру, на костную ткань, то помимо процессов сдавления опухолью как непосредственно, помимо этого метастатические очаги выделяют достаточное количество веществ биологически активных, которые изменяют структуру остеокластов и остеобластов, что впоследствии приводит к воспалению переоста. И у пациентов, опять-таки, возникает хронический болевой синдром и по этой же причине. То есть механизм хронического болевого синдрома у пациентов с онкологического профиля с наличием костных метастатических очагов – это механизм, который состоит из множества различных компонентов. Возвращаясь к вопросам эпидемиологии, я нашла последнюю статистику, посвященную вопросам хронического болевого синдрома у пациентов с СЭН. И обратите внимание, что на первом месте по оценке частоты распространенности боли при различных заболеваниях, на первом месте все-таки стоят онкологические заболевания. И наши специалисты ВОЗ говорят о том, что несмотря на высокий уровень ранней диагностики онкологических заболеваний, несмотря на процессы появления новых лекарственных препаратов, новых техник, методик лечения онкологических заболеваний, число этих пациентов будет увеличиваться. А значит, будет увеличиваться количество пациентов онкологического профиля, страдающих хроническим болевым синдромом. Я лишь напомню о том, что данное исследование началось с 2015 года. Сначала проводился экспериментальный этап на изолированных костях свиней и костях крупнорогатого скота. Потом проводился экспериментальный этап непосредственно уже на кроликах, на животных. Изучалась механическая прочность костей. Уже неоднократно мы говорили об оборудовании, которое используется в наших клинических исследованиях на базе научно-исследовательского института онкологии имени Николая Николаевича Петрова. Об этом я не буду говорить. Придем непосредственно к нашему клиническому этапу. Девяти пациентам была проведена пронструкционная чрезкожная стереотоксическая мини-инвазивная акреабляция под общим наркозом в условиях КТ-навигации и мониторинга пациента. Здесь мне представлены некоторые кадры. Показаниям к проведению данной манипуляции существуют только три. Первое. Метастатическое поражение костей, резистентных к химиотерапевтической и лучевой терапии. Второе. Наличие у больных с метастатическим поражением костей противопоказаний к хирургическому и лучевому лечению. И третье. Некупируемый болевой синдром, вызванный метастатическим поражением костей. Забегая вперед, я хочу сказать о том, что в основном пациенты, которые приняли участие в данном клиническом исследовании, относились к третьей категории пациентов. Это пациенты, которые имели некупируемый болевой синдром и принимали, все из них принимали наркотические анальгетики. Оценка эффекта производилась при помощи специально разработанной анкеты. На следующем слайде я покажу ее пример. И данную анкету мы предоставляли пациентам до креогенного воздействия, в первый день после креогенного воздействия, на седьмой день и через месяц. Первый месяц, второй, третий, четвертый, пятый и шестой месяц. Это анкета, которая имеет общий вид. И давайте с вами разберем, что же нам предоставили пациенты в день нулевой, то есть в день до креогенного воздействия, до креабляции внутрикосных метастатических очагов. Итак, 88% пациентов в случае интенсивность боли составлялась 7,8. Данная боль расценивается как сильная боль. Характер боли у большинства пациентов расценивался как тупая боль. Кто-то охарактеризовал боль острую, кто-то не мог охарактеризовать ту боль, которую поносил ему данный очаг. Следующая длительность боли. У 100% пациентов длительность боли была постоянная. Факторы, которые усиливали боль, это физическая активность преимущественно. Факторы, которые облегчали боль, это использование наркотических анальгетиков. Как влияло данное состояние пациента на его качество жизни? Большинство пациентов жаловались на нарушение сна. Часть пациентов также жаловались на снижение аппетита, что связано с приемом наркотических анальгетиков. Также на немогание, на слабость. Ограничение физической активности оценивалось как невозможность выполнять домашние дела. И крайнее это наличие негативных эмоций. Большинство пациентов оценивало как плаксивость. На данном графике представлена зависимость интенсивности болей по времени после криабляции внутрикосного очага. Обратите внимание, что все пациенты дожили до 6 месяцев после криогенного воздействия внутрикосных метастатических очагов. Это очень хороший показатель. Пациенты есть, кто до сих пор живут. И стоит обратить внимание, что у большинства пациентов снизилась интенсивность болевого синдрома. Однако под номером 6, зеленый цвет, выбивается один из пациентов из этой категории. Мы можем с вами заметить, что через месяц после криоабляции внутрикосных метастатических очагов у пациента болевой синдром стал увеличиваться, усиливаться. У остальных пациентов этого мы не наблюдаем. Если мы говорим о характере боли, то также у пациентов он остался тупым. Однако длительность боли перешла из постоянного на периодическую. Факторы усиливающей боль также остались физической активностью. Однако факторы облегчающей боль оказались прием обезболивающих препаратов, но нестероидные противовоспалительные препараты. Прием нестероидных противовоспалительных препаратов начинался сразу же в первый день после выполнения данной манипуляции. И пациенты впоследствии принимали уже только эти препараты. Лишь только один пациент на первый месяц после криогенного воздействия на внутрикосный метастатический очаг перешел на наркотический анальгетик. Мы уже его с вами видели на графике. После криогенового воздействия на внутрикосных очагах отмечено восстановление режима сна и бодрствования, а также отсутствие появления негативных эмоций в течение 6 месяцев после криогенного воздействия в 89% случаях. Также стоит отметить, что ограничение физической активности все-таки осталось на том же уровне, что и до выполнения пункционной маловинозивной криогенового воздействия на внутрикосных метастазах. Применение маловинозивной пункционной криогенового воздействия метастатических внутрикосных очагов позволяет снизить прием наркотических анальгетиков, а также перейти на прием ненакротических обезболивающих, что очень важно. Улучшает показатели качества жизни пациентов за счет снижения интенсивности болевого синдрома, восстановления режима сна и бодрствования и снижения показаний негативных эмоций, связанных с заболеванием. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.